Всем тихой ночи! Недавно на канале был доделан, казалось бы, вечный долгострой. История CP1730. И в честь этого пора бы наконец разобраться в том, что же случилось в Зоне 13, про которую рассказывает объект. В этом видео я постараюсь ответить на все вопросы, которые остаются после этого объекта и на те, которые вы задавали в комментариях к чтению по поводу того, что случилось в Зоне 13. Однажды в базовой реальности фонда SCP где-то посреди пустыни внезапно появился целый комплекс зданий. Очевидная работа для фонда SCP. И довольно быстро стало понятно, что это зона того же фонда, но из другого измерения. А еще стало понятно, что измерения, из которого эта зона происходит, довольно заметно отличаются от обычной базовой реальности фонда. Главное отличие в том, что вместо изучения аномальных объектов фонд там их или уничтожает, или проводит над ними жестокие эксперименты. И потом все равно уничтожает. Так произошло, потому что фонд SCP того измерения разорился из-за пары слишком амбициозных проектов и просто неудачных событий. И был поглощен другой организацией, глобальной оккультной коалицией, или ГОК, которая как раз славится тем, что стремится уничтожить все аномальное. ГОК навел в учреждениях фонда свои порядки. Если обычная SCP это как бы такой склад-тюрьма для аномального, то в том мире это полигон для уничтожения всего, что не вписывается в понятие нормальности. Главной частью внезапно появившейся 13 зоны оказалась яма для трупов. Место, где аномальные объекты, в том числе и гуманоиды, поначалу сжигались, а потом в процессе утилизации превращались в однородную черную массу. Такая политика оказалась крайне недальновидной, ведь эта масса сама по себе уже представляла проблему. Она по сути стала одним большим аномальным монстром, который постепенно заполнил все учреждение, и не хватало ему, наверное, только своей воли. Не хватало недолго, так как в нее в один прекрасный день, пропустив стадию сжигания, бросили некого мальчика пиявку, гуманоида, который аномальным способом умел пить кровь людей, и оказавшись в аномальной жиже, слился с ней и стал довольно сильным существом и причиной масштабного нарушения условий содержания. Это нарушение быстро переросло в катастрофу, и чтобы остановить происходящее, была запущена экспериментальная машина под названием «Молотилка». Не совсем понятно, что именно она должна была сделать, но судя по названию, возможно уничтожить угрозу. Но по факту она дестабилизировала локальную реальность, что дало возможность многим существам из зоны 13 сбежать из своих камер содержания и начать охоту за своими вчерашними мучителями. Но это был еще не конец. Устройство нанесло такое глубокое повреждение реальности, что перенесло всю зону из своего родного измерения в обычный мир фонда SCP. Обычный базовый фонд SCP поначалу совершил несколько неудачных экспедиций внутрь объекта и после гибели нескольких агентов из обычных МОК отправил наконец внутрь МОК Самсара — аномальных суперсолдат-киборгов, которых фонд еще и восстанавливает после их уничтожения, при этом восстанавливается их личность. Так что это нормально, что уничтоженные бойцы Самсары потом присутствуют в сюжете. Хотя конкретно до этого момента такого, чтобы восстановленный член группы Самсары получил свои воспоминания из миссии, с которой он не вернулся живым. Вроде бы не было. На это даже кактусу указали в комментариях. Но теперь, видимо, это канон. В конце концов, бойцов Самсары создают используя аномалии, а не жену. Аномалии? Так или иначе, они смогли эвакуировать выживших, собрать кучу информации, а также в ходе эвакуации была снова запущена молотилка, из-за чего Зона 13 со всеми своими монстрами отправилась в какое-то еще, неописанное в объекте измерения. Вот краткие события объекта SCP-1730. Теперь посмотрим на некоторые важные подробности. В ходе исследования SCP-1730 агенты фонда встречают множество аномальных сущностей и монстров. Некоторые из них уже хорошо известны фонда SCP, а некоторых фонд встречают впервые. Из вторых, самый яркий – это летающий гуманоид в широкой шляпе Робби, рисующий на стенах различные опасные когнитивные угрозы, воспринимая которые люди, например, становятся так называемыми тихими, то есть взрывающимися мощным пожаром от любого громкого звука ходячими минами. Это полностью уникальное существо из родного мира Зона 13, неизвестное ни в одном другом. Если поискать арты с SCP-1730, скорее всего он там и будет. Кто он, непонятно, но возможно и такую теорию построит, что это один из постояльцев межпространственной библиотеки странников, попавший в руки ГОК, когда те разрушили часть библиотеки со стороны своего мира. Это может объяснить то, откуда существо знает столько опасных и запретных символов. Ну а может, существо как-то связано с детьми факела, мелкой сектой мира SCP, которая владеет разными аномалиями, связанными с огнем. Да и одно другого в принципе не исключает. Из первых же, наверное, самый заметный это SCP-993-клоун Помпон, над которым ставилось множество экспериментов, превративших его во что-то иное. Несмотря на то, что Помпон обитает в аномальной видеозаписи, персонал Зону 13 смог до него дотянуться, превратив его в разваливающуюся кучу помех. Также агенты SCP встречают колонию кристальных бабочек. SCP-553, гигантское существо, похожее на оленя, из SCP-2845. Стража врат, одну из вариаций SCP-001. Вредного, злобного робота SCP-1370. И даже попадают в разлившуюся сущность из озера SCP-2316, того, где ты не узнаешь тела в воде. Эти сущности показаны примерно так же, как они описаны в своих объектах. Но есть тут и куда менее очевидные встречи. Например, Захарий, попавшийся одной из групп в одном из мрачных коридоров. Во время исследования SCP-1730 бойцы МОК попали под меметическое воздействие и стали общаться с одним из трупов лежачих помещений, как с каким-то старым знакомым, Захарием. Это объект SCP-1500. В своей истинной форме это гуманоид без лица с зеленоватой кожей, с дутым животом и длинными, изломанными, многосуставными конечностями. Звучит довольно страшно. Однако он имеет так влиять на разум человека, что жертва считает, что перед ним его старый хороший добрый друг Захарий. Переживать не о чем. При этом воспоминания жертвы меняются таким образом, что включают Захария, начиная с самого раннего детства. Поэтому присутствие такого очевидно опасного существа не вызывает страха и тревоги. Сам же монстр стремится записать себя в память как можно большего числа людей, чтобы его воспринимали как нормального члена общества. В SCP-1730 он оказывается даже более опасным противником, чем в известной фонду форме. Теперь он может искажать саму реальность, возможно так на него подействовали бесконечные эксперименты, а быть может и запуск молотилки. Есть тут и более странные существа, на первый взгляд даже не встречающиеся в объектах. На их происхождение может пролить свет тот факт, что в ходе исследования Зоны-13 МОК фонда замечает, что там содержатся объекты из проекта Олимпия. Проект Олимпия это сама по себе интересная отсылка. По сути это первый хаб на сайте. Он появился в 2008, в том же году, что и сам нынешний сайт SCP. Можно сказать, что это хаб появившийся параллельно с первой тысячей объектов. О чем же он был? Проект Олимпия был нацелен на то, чтобы совмещая различные аномалии и подопытных людей, создавать новые человекообразные аномалии. И сразу можно понять, почему этот хаб не набрал особенной популярности. Он собственно не особенно вписывается в концепцию фонда SCP, который собирает и сохраняет аномалии. Зато проект Олимпия звучит как примерно что-то такое, чем бы мог заниматься фонд из реальности, откуда вывалилась зона 13. Изначально. Как бы кто ни относился к кактусу, а некоторые его решения просто гениальны. Нашел таки применение одной изначальной, но забытой части фонда. На жертву экспериментов проекта Олимпия похоже как минимум два существа. Это собственно мальчик-пиявка, с которого начались все беды. И еще одно существо, которое встречают агенты SCP в ходе исследования SCP-1730. 200-метровый монстр со множеством щупалец глаз, а также огромной зубастой пастью, к центру которой за язык прикреплена обнаженная женщина. Это прямая отсылка на эксперимент номер 10 проекта Олимпия, где экспериментаторы превратили обычную женщину в монстра с огромным языком, который оказался способен легко сажать человека. В этой версии Олимпии экспериментировали с этой женщиной ее языком до упора, что он аж целым монстром стал. Вообще все хотя бы отдаленно напоминающие человека о неопознанной аномалии из SCP-1730 могут быть жертвами того самого проекта. Но недалеко от камер содержания существ из Олимпии агенты SCP нашли огромное левитирующее существо со множеством ног, рук и еще большим числом кистей рук, которые постоянно производили изменяющие реальность магические жесты или кинезиоглифы. Его плоская глава была покрыта мистическими рудами, а к ней был прикреплен бывший директор этой зоны по имени Эмерсон. Неужто существо тоже появилось в ходе экспериментов в рамках Олимпии? Самого этого монстра зовут Мали Драмак Иоанн. Забавный факт. Это имя приснилось автору объекта, как и сама концепция монстра. И само по себе существо имеет скорее божественную природу. Автор Диджей Кактус в одном из подкастов объяснил, что чтобы понять кто такой Мали Драмак Иоанн, нужно понять одну из версий SCP-001, ту что под кодовым названием «Прошлое и будущее». Собственно там суть в том, что существует некая планета рук, с которой происходит все человечество. И вот некая сущность, желая чтобы люди вернулись на эту планету обратно, и насылает на человечество все беды, называемые аномалиями. При этом это существо настолько могущественно, что если люди откажутся переселяться на планету рук, оно в итоге неизбежно приведет к вымиранию всех людей. И да, Мали Драмак Иоанн из SCP-1730, это скорее всего оно и есть бог планеты рук, то есть. Это казалось бы незначительная деталь довольно существенно меняет смысл всего объекта, ведь заключив это существо в камеру содержания, фонд того мира спас себя от конца света, в виде вымирания человечества от всех опасных аномалий. Кроме того, после такого унижения, космическое божество переключилось в собственное уничтожение человечества, на то, чтобы бесконечно, вечно мучить бывшего директора Зоны 13 Эмерсона. Древние боги очень обидчивы. Еще чуть больше о судьбе этого существа можно узнать в немецком филиале SCP. Там есть целая книга, сборник историй, про путешественницу между мирами и вселенной по имени Элли. Она в рассказе «Руины безумия» оказывается в том самом мире, куда переместилась Зона 13 после активации молотилки в основной истории. Мир этот, судя по всему, какой-то околофэнтезийный, ведь, как мы знаем, немецкие SCP – это темное фэнтези такое, и руины Зоны 13 смотрятся в нем странно. Это привлекает главную героиню, и посещая искаженные, почти полностью разрушенные коридоры Зоны 13, Элли встречает, да, то самое существо со множеством рук. Божественная сущность оказывается все еще занята тем, что мучает Эмерсона, но в остальном, кажется, успокоилась. И даже поняв, что героиня в ходе своих путешествий обучилась показывать символы на его языке, само показывает ей пару приемов его кинезиоглифной магии. Ну и, конечно же, отдельным существом является сама по себе Зона 13. В одном из комментариев к своему объекту, Кактус написал, что пропитанная самой сущностью аномального Зона реагирует на все, что пытается делать фонд SCP, сама по себе, используя сущности и монстров внутри себя. В качестве инструментов такой реакции. А еще в SCP-1730 встречается местный Брайт. Но что с ним стало, неясно. Отменили, наверное. Ну и вот, теперь мы больше знаем о том, что случилось в Зоне 13. В своем изначальном виде объект был одним из лучших, однако после добавления экшн-части с Самсарой переместился в разряд спорных. Такое развитие сюжета понравилось не всем. А как вы думаете, уместно ли добавили вот этот боевичок в конце? Или лучше бы объект так и оставался страшной загадкой? Напишите в комментариях. А пока всем пока!